всем большой привет и это вторая часть моего мастер-класса по выплетанию короба с деревянными ручками в общем то я уже подошла к завершению выплетания прямоугольного дна моего изделия и как вы видите произошла маленькая нестыковочка изначально у меня выложена 3 виточка и выведена стойка а здесь я про плетя необходимую высоту до до линии как вам видно не видно вот она линия здесь у меня получается 22 с половиной сантиметра ровно по ширине 30 с половиной а по высоте 22 с половиной и будет неразумно оставить здесь всего лишь два витка а здесь вот такое большое количество это будет смотреться некрасиво как я поступаю в этом случае впоследствии когда я малярный скотч отделю то я раз распущу одну рабочую трубочку вот уберу ее отсюда то есть у меня останется пространство в одну рабочую трубочку и сейчас я про плету в эту сторону необходимую дополнительную трубочку то есть у меня здесь получится три витка здесь два вы видите выведется стойка здесь также останется три витка и выведена будет стойка в эту сторону то есть мы сделаем все синхронно чтобы было одинаково с одной и с другой стороны что я в принципе сейчас и сделаю так произвожу наращивание то есть нам нужно добиться чтобы с нижней и с верхней части все выглядело синхронно если вдруг у вас все равно не хватает там буквально еще высоты в одну трубочку можно немножко сжать плетение с нижней и с верхней части и добиться нужного эффекта здесь наращиваю немножко заранее потому что все равно мне нужно будет трубочку обрезать впоследствии убираем малярный скотч отрываем вместе с бумажкой убираю лишнюю рабочую трубочку с нижней части плетения вывожу ее поправляю выравниваю аккуратно и можно сразу сделать срез как вот здесь так и проверяю по высоте опять по линии устанавливаю и смотрю здесь все сходится отлично далее как я поступаю я уже показывала в других своих мастер-классах вот эти угловые эту эту прям угловые я оставляю сразу подгибаю а вот эти лишние срезаю вровень сплетения снизу и сверху одинаково поступаю почему я это делаю потому что мои вот эти две стойки выйдут на угол ровно а вот эта стойка будет лишней она будет уходить в бок потому что далее я буду еще про плита терять двойной веревочкой и в общем то если вы мне не верите можете проверить здесь я поступаю точно также перевернула в обратную сторону все подрезала и сейчас покажу поближе что получается прям то моя задача сейчас образовать уголок из вот этих двух стоек подгибаю бровень сплетения и вот это тоже подгибая образуем уголок таким образом теперь мне нужно все хвостики оставшиеся от стоек подрезать аккуратно заострить чтобы произвести наращивание как ножницы у меня уже под затупились начали зажевывать надеюсь вам здесь все понятно срезаю немножко не доходя до уровня витков ну и так по всему периметру после того как кончики стоек моих я заострила обрезала начинаю наращивать новые трубочки у меня те же самые рабочие из пакета влажные сухими кончиками слегка их также подрезала и прокопала клеем обязательно и по всему периметру произвожу наращивание новых стоек наращиваю последние стойки и решила уточнить чтобы места среза у вас хорошо закрылись трубочками вы либо совсем не срезаете кончики трубочек либо делайте небольшой буквально срез тогда все вот эти вот стойки обрезаны места среза хорошо закроются обязательно при стыковке новой стойки прокопанный клеем проворачивайте и и проворачивайте чтобы клей полностью обволок всю внутреннюю часть чтобы они хорошо хорошо между собой склеились далее выполняю подстановку двух рабочих трубочек для этого слегка их сплющиваю там где мягкие концы и подрезаю немножко наискосок вот таким образом подрезала и прокапываю клеем можно даже под прямым углом прокапываю клеем прям буквально буквально еле-еле чтобы трубочки быстро схватились клей контактный напоминаю полимерная использую если много его нанести то останутся грез и следы и он дольше будет просто схватывать трубочки между собой здесь у нас как вы видите ли точки удобнее всего наращивание производить вот в этих местах кстати для тех кто уже успел испугаться моего синяка не паникуйте лето в самом разгаре у меня три собаки и они очень любят обниматься кожа нежная в общем-то еще вот тут у меня укусы от оводов от комаров долго сходили и я все ждала даже руки более-менее в общем божеский вид приобретут также я бываю в огороде в общем то не обижайтесь на меня если что смотрите трубочки я буду наращивать представляю следующим образом у меня получается есть местечко за стойкой и здесь следом идет трубочка по верху сначала завожу за стойку подставляю вот таким образом аккуратно незаметно подставила подтягиваю рабочую трубочку сейчас я и выведу нарушу чтоб ее не было видно так где моя волшебная помощница палочка аккуратно прячу в плетении теперь здесь же снова в плетении я подставляю другую рабочую трубочку также аккуратно ну и все затем я их вывожу не затем и сейчас вовнутрь это у меня изнаночная сторона немножко жду когда клей схватится и переворачиваю обратно лицевую сторону так приступаем к выплетанию двойной веревочки беру левую рабочую трубочку вот она и за стойки 1 выходит у меня и 2 1 беру левую крайне ну и проплетая двойную веревочку завожу за каждую следующую трубочку тут все просто оплетаю каждую стойку дохожу до угловой стойки она здесь у меня одинарная с одной стороны получается двойная а с другой одинарная впоследствии когда стойки я буду поднимать проплетаю стенки я добавлю необходимое количество мне стоек чем пока на у меня здесь одна смотрите я ее делаю под углом ровно уголок вывожу у меня петельки и линия довожу до линии петелек сгибаю образуя уголок рабочей трубочка который сейчас нужно завести мне за стойку образовала завожу за стойку и четко выкладываю плотно уголок вот что получилось теперь следующую рабочую трубочку я также поверх выкладываю и теперь сверху образую четкий уголок все так у меня получается ну и дальше я плету двойную веревочку к сожалению мне это крайне неудобно сейчас делает а как стойки большие вот встретимся с вами в начале плетения в углах повторяем эту же манипуляцию здесь единственно что с точки у вас будет двойные покажу как делать окончания подошла к началу плетения вот она моя 1 2 рабочая трубочка выходит доплетаю проплела с правой стороны проделываю пространство кстати перед тем как трубочки заправить окончить этот ряд плетения до закрыть его я хочу сказать если вдруг вот эта лицевая сторона вы решите что лицевая сторона будет у вас служить дном то есть той поверхностью которая будет стоять на полу то закрывать плетение не нужно в плане что вообще его как я сейчас покажу делать да вы просто закрываете ряд как положено переворачиваете изнаночной стороной наверх и продолжаете плести ну допустим такой вариант возможен если короб очень высокий у меня же короб будет относительно невысокий поэтому я ряд плетения буду совсем закрывать расширила пространство справа от стойки довела нужную рабочую трубочку трубочку до этой палочки прям перед ней делаю подгиб вниз и срез оставляю хвостик заостренный буквально сантиметр длиной завожу его за стойки стойки немножко приподнимаю не боюсь и вот в это расширенное пространство вставляю аккуратненько трубочки конечно влажные нужно очень аккуратно постараться помочь себе если это возможно так сейчас я буду переворачивать еще раз проверять и давайте второе расширила пространство довела рабочую трубочку подогнула сделала срез можно его сделать чуть поменьше завожу лучше я переверну так вот как это страшно выглядит с изнанки мама дорогая здесь все поправляю здесь еще раз расширяю пространство наше дело очень аккуратно заправить эту рабочую трубочку снова переворачиваю пытаясь ее там расправить так вам ничего не видно что я потерял а вот она и аккуратно заправляю в общем то если вдруг вы тут все свои трубочки по измучили как я то можно расплести немного и снова нарастить новые рабочие трубочки дать немножко подсохнуть и только тогда производить данную манипуляцию впрочем то мнение вроде получилось сейчас переверну еще раз и проверю но здесь все все хорошо так это изнаночная сторона это лицевая так что мы сейчас делаем при помощи накатков я сгибаю трубочку основания стойку две трубочки и слегка загибаю вовнутрь то есть они сейчас у меня здесь влажные они не потрескаются не полопаются они будут хорошо себя вести податлива поэтому так спокойно это делаю если они у вас здесь будут пересушены вы все оставите да потом на сухую там допустим их обрежете поставите уже влажные трубочки то вероятность большая что у вас что-то пойдет все равно не так иметь это придется увлажнение ну что можно делать сделать до увлажнить подождать и потом проделывать то же самое кстати совсем недавно я ну как уже давно пост выставляла там кто-то мне писал по поводу того что вот паром от утюга горячим паром вот эти стойки распаривают перед тем как загибать что это очень удобно вот я сначала подумала что можно так и на загибки паром утюга пользоваться но мне затем ответили что так не получится потому что все таки они не разбухшие сами трубочки внутри и это факт даже пробуйте это не стало в этом есть правда такой фокус пройдет только именно со стойками то есть видно через тряпочку все это пропаривается и сразу же загибается чтобы не было заломов все было хорошо так здесь все понятно я показываю как я обычно это делаю очень аккуратно вестью подгибаю на углах точно так же прям по уголку поднимаю наверх и слегка во внутрь и держи их вместе если они двойные вот внутрь я их страсть не укладывать просто подгибаю потому что здесь плетение может уйти у вас этот угол вовнутрь действуйте осторожно но и так по всему периметру устанавливаю свою форму коробку во внутрь плетеного дна со стойками и как вы видите что наша форма стала четко по плетеному дну и конечно же образовались видите такие зазоры некоторые этого пугается ой у меня мое плетеное дно получала получается стало больше чем сама форма это нормально это так и задумано я вам сейчас объясню почему вот есть стойка и есть трубочка которую мы заводим за стойку и перед стойкой данная конструкция до из этих трубочек назовем ее так она образует толщину стенки если мы плетем двумя трубочками то толщина будет вот раз два три в три трубочки если допустим это узор там тройная веревочка образуется еще дополнительная выпуклость тогда стенка будет чуть чуть потолще чем толщина трех трубочек это ориентировочно в 4 трубочки надеюсь вы меня поняли да это этот зазор как раз таки он и нужен для того чтобы стойки встали четко ровно установила резиночку на форму зафиксировав при этом все свои стойки я их уже поправила подправила выровняла форму внутри плетеного дна четко и в таком положении оставляю свое изделие на просушку в общем теперь я могу пойти спокойно отдохнуть на этом друзья вторая часть мастер-класса по плетанию короба с деревянными ручками подошла концу кстати ссылку на первой части я обязательно оставляю в описании под видео как и и все рекомендуемые мною ссылки и на этом я с вами прощаюсь увидимся в третьей части всего доброго